Сегодня я еду на необычной буханке. Дмитрий и ее владелец. В двух словах. V6 3.4 180 лошадей. Коробка автомат. 33 колеса. Дисковые тормоза по кругу. Блокировка БТР-80 в переднем мосту. Гидроусилитель руля. С Ниссана с 5-тонником. Ну и двигатель с какого автомобиля ты говорил? Прада 90. 90 Прада. Ну в общем офигенный аппарат. Сегодня он будет в первых рядах. Если будут снежные заторы. И с ним еще второй уазик. Тоже 31 колеса. Бодрый, заряженный. Сегодня наш путь лежит к худеским лабиринтам. Едем к ним по нестандартному маршруту. Который оказался очень сложным и насыщенным. Поэтому фильм будет в двух частях. Вторая часть выйдет через неделю после публикации первой. Ссылочки на нее оставлю в конце этого фильма. Приятного просмотра. Субтитры сделал DimaTorzok Остановились на перевале Восьмерка, чтобы стравить колеса. А то многие машинки сильно мотают по камням. Скачут, говорят, ехать неудобно. Погодка сегодня не то, чтобы прям шепчет. Но эрбрус видно, хребет видно. Дождя нет. А это самое главное. На Ниве Сереги оборвал оглушитель. Заехали на камни, чтобы можно было залезть и подвязать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Проехали заброшенный Улс-Халат. И здесь на повороте течет вкусный нарзанчик. Сейчас будем пробовать. Говорят, впереди интересная дорога. Оценим. Очень много камней по пути. Плюс вот такие переезды. Стоковые машинки, конечно, идут медленно. Нам на ААЗе проще. Дорога реально интересная становится. Прям очень-очень-очень много камней. Болтает так конкретно. Стоковым машинам действительно тяжело. Наверняка уже стукнулись не раз. А ААЗик тут на заднем приводе ехал. Не смог подняться. Включил полный. И вот так вот всю дорогу едем. Камни, камни, камни. Пересечение речки. И снова камни. Диагоналочка на Ниве. Ходом-ходом надо. Проходится. Потрет воскак, вот нормально. А вот тут чего реально боится такая заряженная буханка. Она боится бокового переворота. А вот и снег. Сожду. Впереди обещают снег. Вот жалкие остатки снега. Возможно, дальше будет больше. Музыка Места становятся все сложнее и сложнее. Прям таки бодрая местность. Я думаю, хорошо, что сегодня не поехал на Дастере. Я бы об эти камни все дно себя оббил. Вместе с глушителем. Опа, стоковая нивка. Ну и что, как впечатления от дороги? Низковато сильно. Часто бились? Частенько. Каждый камень наш. У вас клиренс стандартный, не? Да, в стоковую. Вот я и говорю, что хорошо, что на Дастере не поехал. Жестко, жестко. Ну мостом обычно же бьется, я думаю, да? Балками. Вот так вот. Тяжелой нивке приходится. Страдает. Зато ты себя чувствуешь прекрасно. Ни одного удара снизу. Я еду, чувствую, знаю. Так что в такой буханке ехать легко, удобно и приятно. Никакого дискомфорта. Отлично, проходим. Только что преодолели довольно-таки крутой подъем. А там нивка что-то стала. Открыли капот. Наверное, уже перегрелось. Может, еще какие-то сложности возникли. Кроме того, что билось днищем по пути. У него, оказалось, соскочила клемма. Сейчас они ее поставили на место и догоняют нас. Вот такая кавалькада. Крутой подъем. Прям-таки с натугой идем. Приятного ущелья. Красивые места. Ехать было однозначно интересно. Что плохо на высоких УАЗах, это то, что у них смещен центр тяжести. Еле прошли это наклонное место. Прямо вот снесло нас вот сюда слева на горку. Это у нас, кстати, веселее проходит. А мы чуть не легли. Машинкам по ниже проходят значительно проще. Что-то у вас тут горелым прям воняет. Сцепление или что-то. И прям аж дымок идет, кажется. Вот здесь возле колеса. Что-то все время открываешь капот. Что не так? Греется просто, да? А так проветришь? Перед красный прям стоит, ну, волнительно. Ну, ясно. Ух ты, как здесь хорошо видно Бермамут. Просто отличные виды на плота Бермамут. Прям суперски, неожиданно. Учисточек снега попался. Вперед поехал Шевик. И там впереди еще Серая Нива. Мне кажется, это Серая Нива, которую мы только что обогнали. Она ехала с нами. И здесь Индукова пазала на полчаса, но так как ехала по хорошей дороге, а не через перевал, то обогнала даже нас, и мы ее догнали здесь. Великолепно видно Бермамут. Просто шикарно с этого места, с этой точки. У Нив, которые ехали здесь первыми, были некие сложности по пробиванию снега. Но смогли, проехали, ага. А у нас сложности по прохождению вот этого участка. Очень крутой обрывчик. И сразу яма вниз. А впереди получается, опять пробиться не можем. Снег там. Здесь язык снега сходит с горы. И справа сразу обрыв. Фотоаппарат выставил по уровню. Вот такой вот уклончик. Так, если здесь пускать УАЗ, то его просто может перевернуть. И на меньшем он пытался перевернуться. А другие машины могут не пробить. Тем не менее, пускаем Шевика. Насколько сможет, прорежет, чтобы меньше копать. Так, 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 так. С каждым разом все дальше и дальше. Ого, ого. Как лопата уходит глубоко. Так, Серега идет. Отлично, машинки заходят. Впереди оказался очередной перемет. Чем осложняется? На вид-то он не особо глубокий. Плохо это то, что вот такие обрывы рядом с переметом. Овраги. До этого здесь проезжал Шевик, и его немного снесло туда. Но он был на зиме. Ребята, которые уже на летней резине, боятся ехать. Ксера-Нива пытается проехать. И довольно успешно. А вот здесь, похоже, мы встряли. Впереди длинный перемет. Шевик его пока не может пробить. Ну и что с этим переметом, как скажешь? Пробьешь, копать, наверное, придется, да? Не знаю, надо помочь лопатой, чтобы потом сходу попробовать взять. Ну да, лопата нужна однозначно. Сейчас подтянется народ. Попытаемся прокопать и штурманешь. Очередная попыточка. Давай, 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 еще едь, 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 едь. Теперь съезжай. Давай, 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 давай. Помогаем лопатингом. Прокапываем колею. Так, и тогда первая часть перемета будет преодолена. Остается, конечно, еще много. Я бы сказал, очень много, но будем брать по правому борту, может и получится. Появилась здравая идея. Мы не будем пробивать этот длиннючий перемет, просто идем вниз по склону. Проедем по ровной части где-нибудь там внизу и вот там наверху поднимемся. Будет гораздо проще и быстрее. Потому что перемета на самом деле, ну, метров 150-200. Шевику предоставлена полная свобода действий. Чтобы кто-нибудь стал, где выезжать. Ага, буксует. Ну, тут просто разгон побольше нужен и все. Отлично. Думаю, сейчас выйдет. Так, аккуратненько, елочки не сносим, в смысле сосны. Вот такие объезды приходится накатывать в горах. Потому что иначе без вариантов. 44, стой, дай выехать негде. Выехать негде там? Снега много. Нужно посмотреть, где нету снега. И поехать по склону. Оказалось, все сложнее, чем казалось. Там много снега наверху. И Шевик не смог выехать. Пробуем траекторию подальше. Полный разброд ошатания. Разбрелись по долине. Заехать не могут. Не самая лучшая идея оказалась, значит, все-таки. Хотя ползет, ползет потихоньку. Получается. Так, выезжает. Надеюсь, все-таки он сможет проехать. Нива, похоже, все-таки заехала. Теперь очередь Шевик подняться. Он, конечно, свою траекторию уже пробивает, но в правильном направлении движется. Заходит, заходит, заходит. И, похоже, зашел. Блин, все исчезают за этими елками. Надо их обойти. Кого аж еще решил пробить все-таки? Ну, сомнительно, сомнительно. 150 метров перемета. Ну, как сказать, 150 метров. Уже завяз. А туда тем более не пройдет. Опа. За малым на брюхо не садится. Но проходит вроде. Давай, 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 давай. Левее от елки пусть берет только. Левее. Левее колеса, да, сразу. Патриот вроде спасается сам. Молодец. Вниз ехать легче, чем наверх. Как всегда, сложно преодоление. Все отлично прошел. Многие даже цепляли эту сосну. Но ты справился. Стоковая нива. Стала на склоне. Раскорячилась. Что-то ничего не могут сделать. Пытаются толкать. Кому главное боком не идти. Выворачивать перпендикуляр. Чтоб не было бокового клона. Это всегда опасно. Мало-помалу, мало-помалу. Но вроде справляются. А Серегу снесло туда аж вниз. По врагу. Ну, точнее, как снесло. Съехал. Сейчас будут выгребать. Ему еще предстоит долгий подъем наверх. Куазы все-таки решили дополнительно стравиться, я смотрю. Потому что по склону подниматься тяжело. Все машины там, в принципе, проехали наверх. Но наши буханочки не вариант. Говорит, на тех склонах он просто убьется. Пытается пробить снег. Буханку все-таки сносит. Как он не пытается выехать на верхнюю часть заноса. Он его сносит вниз. Ну, так тоже вариант, конечно, прыгать по той стороне. Провалится. Я думаю, провалится. Копает, 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 копает. Зарывается. Так, отлично, отлично идет пока. Здесь подключается второй УАЗ. Но колья такая нестандартная. С налета не возьмешь. Вот так вот разместили. Все, хлам. Ну, а что, Белый УАЗ уже довольно далеко пробился. Впереди еще очень много, но... Шансы есть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Преодолено уже порядка 40-50 метров. То бишь, чуть больше третьей пути. И тут впереди раскопки прям ведутся. Очередная попытка заскочить. Давай, 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 УАЗ, давай, давай. Вся надежда на тебя. У нас уже копают все мальчики и девочки. Девочки копают, да? Или лопату держат? Оп, копает. Все, отлично. Отметилось. Главное прокопать левую колею, правую провьет сам. А левая, ну, такая бодренькая. Сантиметров 30-40. Местами поболее. Снег плотный, слежавшийся. Не, вообще не идет. Ага. А передняя блокировка не срабатывает. Да, крутит только правая сторона, вся левая стоит. Так. Да, я думал, трудная работа оператора. Но работа прокладывателя колеи еще сложнее. Во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во. Отлично. Так. Так-так-так-так-так-так-так. Отлично выскочил. Офигеть, какой мощный клиренс. Какие кучки он пропускает между колес просто. Нормально. Так-так-так-аккуратно. Самое главное здесь это не уйти вправо. Хорошо прошли. Мощный участок пробили. Около сотни метров. Вон где-то в глубине зелененький уазик. Интересно, с первого раза он пробьется? Я думаю, не с первого. Ага, все. Первые застревашки. Сложный участок. Там белый уаз много нагреб ему. Межколеечку. Но я думаю, сейчас прорвется. Дальше уже будет легче. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Тоже в передке блокировка. У него, блин, сносят. У этого вот это 31 колеса. Передняя блокировка. Хорошая МТ-шная резина. Так, и, в общем-то, едет. Так, тоже на бруствер пошел. Также проходят все эти между колес. Пропускают холмики. Отлично. Все, маршрут взят. Команда победителей с лопатами. Гип-гип, ура. Молодцы. Сделали маршрут. Я совсем немножко помогал. Больше снимал. Экшен, оказывается, еще не закончен. Впереди снеговые участки. Глубокая колея. В общем, масса интересных моментов. Так, с первого раза вряд ли, да? Упа-упа. Все, нет, приехали. Так, очередная попытка. Перескочить снежный участок. Но нет. Класс пробует альтернативную траекторию. Все-таки уходит левее, как я вам предлагал в самом начале. Здесь, конечно, больше камней. Но зато нет таких проблем со снегом. Заталкивает. Не проходит. А про вечер, мне было сказать, что все закончено. Вон впереди еще переметики. Крутой подъемчик между камней. Мог бы снять и снаружи, но... Оп, оп. Но, наверное, сниму. Вот сейчас все по уровню стоит. Опасненько накренились. Сдаем задом. Нормально сейчас. Есть. Выехали. К сналету заскочить не получилось. Проезжаем правее. Того опасного уклона. Пока не пересекает. Едет здесь. Но кренится. Немножко опасно. Там обрывчик такой приличный. Так. Ух ты. Утентованного УАЗа что-то не получилось выйти. Или одно из двух, или на УАЗе что-то пошло не так. В общем, пробуют Нивы подняться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ага, ага, не далось, высадили одного самого крупного пассажира, как я понимаю, но не едет. Два колеса гребут, два остальные стоят. О, поменяли траекторию, в Нево пошла. Тирана идеально преодолела этот участок, а там впереди видны скалистые горы, рядом с которым находится Худейский лабиринт. Хотелось бы попасть туда, но в рамках сегодняшнего дня сделать не удастся, слишком сложный маршрут. У него уже было несколько попыток заскочить сюда, ух ты, ух, какие диагоналочки, ну выскочил, молодец. Ну вот встал на подъеме на скользком, блин, там и нет ровного места, чтобы разогнаться. Что произошло с УАЗом? Да что-то как не до включения хаба было. А, хаб нет, поэтому хрустело так, да? Ну да, видно чуть отскочило и не хватало шлифови. Ага, была надежда, что хаб починили, но похоже нет. Так и хрустит. Хорошая резина Максис, битхорн. У него пошла второй раз в подъем. Должно заскочить. Так, так, так. Блин, тот же участок или нет? Попытка номер три. Сейчас народ попробует толкнуть ее, подхватить. Ну-ка, 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 ну-ка. Ах. Чуть-чуть осталось, надо было чуть раньше там скооперироваться. Ух, ничего себе. Ну это он отчаянно, отчаянно тянет. Не, я думаю так не стоит впереди машины стоять. Все, затолкали, молодцы. Справились. Там, правда, еще один будет такой подъемчик, но думаю выскочит. У вас заводы говорят, что порвали один хаб, будут менять полевые ремонты. Пять минут. Прям пять минут, так быстро? Подняться наверх. А менять сколько? Менять минут семь. Менять минут семь, ну отлично. Хорошо, когда у вас можно отремонтировать за семь минут в полевых условиях. Тоже самое сложное место, где только что преодолевала Нива. Да, он не выходит по диагоналке. Нет, думаю не выйдет, думаю надо сдавать на меня и поровно уже выскакивать. Выворачивай, выкручи колеса максимально. Выкручивай. Колеса влево выкручай. Еще выкручай, едь на меня, едь, едь, едь. Толкают морду, чтобы мы смогли уронить машину, во. А теперь задом сдавай просто и все. Все, выйдет. Между тем хаб уже принесли, сейчас будут его экстренно менять. Попытка выехать по прямой траектории. Да, здесь уже можно выбирать. Все, отлично пошла. Главное, чтобы не было этих диагоналок. Нет блокировки, всегда их сложно преодолеть. Остался замыкающий Шевик и УАЗ. Но УАЗ сказал, что сейчас починится. Поэтому Шевик залетает без всяких проблем. Ну, я так думаю. Как диагоналкам удастся. Ой, да великолепно. Ну, почти. Почти. Да, и Шевик не взобрался. Хотя шансы были высокие. Разгон был хороший. В общем, он поехал совсем по другой траектории. Прямо и выскочил. Прямо через камни. Красавчик. Завершающий этап сборки хаба. Все уже поставил, да? Отлично. Дело за малым. Сейчас поедем. Буду подниматься в буханки. Тентоманные буханки. Треть буханки. Как говорит хозяин, треть буханки. Хабы. В такой местности тепло. Ломаются быстро, да? Ну, как видите. Не, ну мало ли это. Может ему время пришло или нет. Не, не. А где они помогают грязи? На асфальте. А, на асфальте они помогают. Деревый мост не работает. Внутренности буханочки. Куча свободного места. Ну и внутренности салона. Куча красивых переключателей. Все готовы. Да. Да. Ремни пристегнуты. Налево уходи, да? Если сразу не выскочишь, то потом задом сдавай. Ну, я думаю, ты должен выскочить. Просто обязан. Все. Отлично. Дальше легче. Наши машинки стоят перед очередным переметом. Вот там впереди. У вас же рации нету, да? А, ясно. Что-то смотрю груз печаль в твоих глазах. Нормально? Да. Там, правда, не знаю, пройдем, но нет. Там камень такой. Где камень? Справа, слева? А на правой дороге что не пробовал? Там, блин, сыро переметы. Грязно? А, переметы. Я просто смотрю, как-то тоскливо ты ходишь. А назад пути нет. Надо только вперед. Было принято решение ехать по левой стороне. Тут, говорят, где-то крупный камень. Кстати, я его уже, кажется, вижу. Да, вот такое засадное место. И камни тут бодрые. Как в кино и зорь тут... А зорь здесь тихий. Так вот, а камни тут бодрые, получается. Ого. Здесь тоже веселый подъемчик. Однако... Да, на камушек тут надо заезжать. Серьезное место. Бедность только бы не Васик. Как ему... Отлично, отлично. Неожиданно отлично проходит. Эх, дело за малым. Так, там, сейчас скажи, камень будет соскакивать с камня. Камень, камень. Он прямо на максималке. Так, пусть попробует не так. Пусть попробует сейчас вправо уйти чуть-чуть. Вправо упади, вправо. Да. А то он с камня упадет, долбанется чем-нибудь. Так. Все нормально, нормально. Отлично. Растолкали. Красавцы. Я думал, не выскочит. Мне хватило разгона. Так, ну тиранчик должен нормально проскочить этот участок. Ух ты. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вот это все нажали колесом, а он мостом долбанулся. И так ядрено долбанулся. Хороший след оставил, стесал камешек. А вот этот мост на тирана зацепил передней частью. Ну, вроде все цело. Масло не потекло. Наши ребята уже здесь пробились через мощный перемет. И отсюда уже открываются отличные виды на Кавказские горы. В общем, существует два варианта. Или через этот перемет. Довольно-таки крутой. Или вот там, через верх, где стоит Невасик. Ну, я думаю, им проще будет однозначно там спуститься. Буханки можно экспериментировать. Круто, но преодолимо. Так, сын штурманит. Отец за рулем. Обувь только единственная, не подходящая абсолютно. Не для гор. Что-то он зарывается. Мне кажется, он рано стал выкручивать колеса. Надо было чуть-чуть дальше. Чуть прямо еще проедет нормально. Боится. Боится, что обрыв. Хотя до обрыва еще метр. Можно смело экспериментировать. Тем более, есть человек, который смотрит. Штурман. Ладно, проехал. Зачет. Вот так вот надо штурмана воспитывать с детства. Рядом бегает и смотрит дорогу. Ну, а Буханка тоже не решилась через перемет. Будет проезжать здесь же, где Нива. На Буханке все то, что проделала Нива, гораздо страшнее. Я когда ехал, и в мою сторону уклон был сильный. Прям неприятненько так. Дальше, 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 дальше чуть-чуть колесом. Поворачь. Поворачь. Ага. Все. А природа здесь очень красивая. Хоть сейчас середина апреля, как бы весна, но природа еще не проснулась. Все в коричневых тонах. Ну, еще две-три недельки и зацветет. Будет просто прекрасно. Зеленая Буханочка повторяет подвиг своих собратьев. Так, довольно уверенно. Отлично. Все, даже с первого раза вписался в радиус поворота. Судя по всему, впереди новый перемет, потому что Серега заезжал прям по склону холма. А, да, действительно, вот он, длиннючий-длиннючий перемет, несколько сотен метров. Не вариант по нему ехать только через верх. Наконец-то взобрались на верхнюю отметку и горы нам представили во всей красе. Отличная видимость, минимальная дымка. Солнца даже если и нет, то прекрасно, просто прекрасно. Класс. Ну, а мы едем дальше. Маршрут еще не закончен. Продолжение фильма вы можете увидеть по всплывающей ссылке. Но, если вам понравились наши приключения, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делайте репосты. Пишите ваши вопросы и комментарии, буду рад с вами пообщаться. Также смотрите другие интересные фильмы о наших путешествиях и покатушках. До новых встреч на канале, с вами был Андрей Каспин.